добрый день друзья я вас всех приветствую у себя на кухне своей маленькой домашней кондитерской и сегодня мы с вами будем творить новогоднее волшебство смотрите что нам для этого понадобится как вы думаете что мы будем делать это не реклама глазури это я приготовила для нашего новогоднего волшебства и это будут пряники рецепт взяла на канале ольги шабутинской не говорю что это мой рецепт никогда этого не делаю но постоянно пользуюсь ее рецептами зайдите к ней на канал у нее очень хорошие рецепты я ее не рекламирую просто вам советую для этих пряничков нам понадобится 100 грамм сахара 150 грамм меда 100 грамм сливочного масла одно яйцо два желтка 400 420 грамм муки полторы чайной ложки соды имбирь корица мускатный орех кардамон щепотка соли я все рецепты все пропорции пропишу под видео все пропорции взяла у нее на канале ничего своего не убавляла не добавляла поэтому покажу как я этот как я делала не претендую на то чтобы присвоить себе этот рецепт и хочу вам сказать что работа моей кондитерской пять лет назад начиналась именно с ее рецептов из ее ватрушек с ягодами все начиналось с этих ватрушек у меня даже есть видео на канале где я делаю эти ватрушки поэтому спасибо большое олечки за ее рецепт за ее золотые ручки и так все я вам рассказала показала сейчас будем потихоньку начинать делать в толстостенной посуде нужно смешать вот у меня ковшик здесь у меня мед и сахар и сейчас я на медленный огонь поставлю все это растворю и в массу буду добавлять все вот эти вот пряности масло сливочное потом соду и потом яйца ребята хочу показать вам такой венчик недавно приобрела его и очень довольна покупала на волдыри кому интересно пишите в комментариях я сброшу вам артикул очень хороший и вымешивает хорошо и сбивает хорошо не смотрите на то что он такой вот так сделан но очень хороший венчик и смотрите ребята вот так вот у меня здесь растапливается сахар с медом сейчас как только сахар растворится мы добавим сюда специи друзья смотрите растворилась я сюда добавила специи и теперь кусочками постепенно добавляю сюда сливочное масло вы не представляете какой стоит аромат тут просто волшебный волшебство какого-то делаем я всегда пеку пряники потом красиво упаковываю их в коробочки делаю заказные коробочки оформляю красиво еще делаю своим внукам коробочки туда разные печенье пеку вкусно прянички безе в общем всякие вкусные сладости домашние и вот так вот мы растворяем все друзья масло растворилась теперь сюда добавляем полторы чайные ложки соды и начинаем вымешивать сейчас жидко будет вспениваться сода будет гаситься и жидко это все будет увеличиваться видите светлеть и увеличиваться и мы хорошенько все будем размешивать здесь до тех пор пока сода начнет садиться потом будем добавлять на этом этапе щепотку соли смотрите какая какое волшебство здесь у нас происходит и вот этот венчик в работе и так друзья остыла у меня вот это варево сейчас я сюда яйца вылью и все хорошенько перемешаю взбивать не надо просто перемешать потом это все выльем в муку и замесим мягкое тесто друзья продолжаем и так здесь у меня просеянная мука по рецепту и сюда я выливаю вот эту вот заготовку нашу смотрите какая прелесть работать этим венчиком теперь хорошенько все это перемешиваем муку не будем добавлять больше здесь достаточно если даже тесто будет липнуть к рукам можно руки немножко смочить водичкой и сформовать теперь мы все это замесим честь сейчас и поставим в холодильник итак друзья смотрите как у нас тесто получилось я его вы выложила сюда на стол у меня вот такой вот кружок специально для разделки теста посмотрите как удобно работать этим венчиком смотрите все здесь раскребается вот просто и вот так вот мы выкладываем остается совсем на стеночках вообще ничего не остается и вот с со временем тесто остывает и она становится смотрите какое податливо я немножко стол подпылила мукой там написано 400 420 грамм муки в рецепте я насыпала 420 грамм буквально оставила чтобы вот так вот собрать это тесто вот так вот сильно мукой не забиваю потому что она будет остывать и будет плотнеть потом лучше оставим муку на то чтобы когда будем формовать прянички чтобы подсыпать и сейчас я его уберу в холодильник вот и настал тот волшебный момент когда мы с вами сейчас будем делать прянички тесто у меня лежала в холодильнике вот такое оно стало плотно и вот такие у меня вырубки итак раскатываем 4 5 миллиметров подпыляем мукой обязательно для этого нужно было оставить муку и вырубками своими какие у вас есть аккуратненько так чтоб не нарушать вот так начинаем делать фигурки меня вот здесь зайка снеговичок жалко что внуки в школе они так любят когда я это делаю и с вами тоже это такое приятное занятие особенно с детишками и вот так вот мы делаем потом аккуратненько вот так снимаем вот так и смотрите я аккуратненько вот так переношу на шпателек и переношу на лист для выпечки теперь следующие следующие вырубки здесь у нас смотрите есть вот такая варежка но это большая вырубка я две-три штучки делаю таких больших потому что когда оформляю подарочки да я туда одну крупную но один большой пряник кладу один допустим маленький к печенькам и так смотрите друзья обязательно кладем на расстоянии друг от друга у меня такой антипригарный коврик здесь видите какая структура можно на пергаменте выпекать но лучше всего если есть возможность выпекать на рифленом коврике специально для выпечки вот таких вот изделий как пряники пирожные заварные чтобы вот этот вот низ этого пряника на котором будет выпекаться чтобы он был предельно ровный потому что когда мы будем заливать глазурью чтобы он был без изъянов и и вот так вот так я уложила здесь все 180 градусов 7 8 минут и вот такое волшебство друзья у нас получается видите вот здесь вот я близко положила но я потом аккуратненько ножом подровняю такие получаются прянички счастливым покажу дно пряничка друзья нужно добиться вот видите вот здесь идеально но пряника ровная когда мы будем вот сердечки тоже видите я перевернула и когда мы будем с вами заливать их глазурью вот елочку тоже перевернула что здесь будет и глазурью ложится очень ровненько а когда вот так видите вот это уже не есть хорошо такие пряники тяжело будет заливать глазурью надо будет тогда залить вот эту вот ямку она подстынет потом сверху залить еще раз чтобы выровнять это все но я обычно такие пряники у меня идут просто мы их едим без глазури так как печенье выбираю что были идеальные это для допустим если для заказа друзья подсохли мои прянички которые я сделала раньше вот такие вот видите сердечки такие теперь делаю елочки заливаю видите сначала заливаю вот так контур потом середину чтобы не растекалась это конечно кропотливая работа но очень увлекающая очень интересная сейчас покажу вам как я заливаю вот смотрите здесь у меня елочки да здесь вот глазурь все по инструкции как нагло написано я развела и теперь делаю контур у меня конечно еще не до конца рука набита но я стараюсь сначала вот такой вот делаю контур он подстывает а потом заливаю середину елочки вот так вот так друзья теперь это убираю а вот здесь уже контур видите у меня подстыл и я начинаю заливать теперь спокойно здесь все можете заливать ничего не будет растекаться это не мое не моя основная работа как бы но прянички я делала на новый год делаю внука и по заказу немножко делаю кто просит вот так видите и так все прянички вот так 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 вот Субтитры подогнал «Симон»